В эфире новости с вами Алмаз Ашим. Здравствуйте. 2 сентября президент Казахстана выступит с посланием народу. Об этом Касым Жмартукаев сообщил в своем твиттере. По словам главы государства, будут высказаны поручения парламенту и правительству относительно ужесточения уголовного наказания за наркодилерство, педофилию, сексуальное насилие и другие тяжкие преступления против личности. К событиям в мире, по меньшей мере 60 человек стали жертвами взрыва бензовоза в Танзании. Еще 70 получили различные серьезные ранения. Инцидент произошел на востоке страны в городе Морогору. Автоцистерна перевернулась, затем последовал мощный хлопок. Очевидцы говорят, сразу после опрокидывания транспортного средства люди пытались собрать топливо. По предварительной версии, причиной взрыва, последовавшего за ним пожара, могла стать сигарета. На месте аварии видели курившего человека. Группа вооруженных палестинцев была нейтрализована при попытке проникновения сектора газа в Израиль. Четыре боевика были вооружены автоматами, гранатометами и ручными гранатами. По сообщениям военных, огонь по террористам был открыт после того, как один из палестинцев пересек линию пограничных заграждений. Со стороны израильтян пострадавших нет. Две ракеты неустановленного типа были выпущены Северной Кореи в Японском море. Запуск был произведен из города Хамхин. Минобороны Республики Корея внимательно следит за ситуацией. Более детальной информации пока не приводится. Напомню, ранее сообщалось о запуске новых тактических управляемых ракет. Операцией руководил лидер страны Ким Чен Ын. Снаряды пролетели около 450 километров, поразив цели в Японском море. После Ким Чен Ын заявил, что пуски были предупреждением в связи с совместными военными учениями, которые проводят Южная Корея и США. На территории 10 стран продолжаются пятые армейские международные игры «Арми-2019». Участие в них принимают военнослужащие стран СНГ, а также Ирана, Индии, Китая и Монголии. На территории нашей страны сегодня завершился второй соревновательный день состязания «Мастера артиллерийского огня». По его итогам казахстанцы заняли первое место. В Беларуси в эти дни проходит снайперский конкурс. В Поднебесной соревнуются в оружейном мастерстве. В этом испытании конкурсанты должны обнаружить и устранить неполадки орудия. Отмечу, закрытие игры состоится 17 августа. 300 юношей из разных уголков Казахстана прибыли в Актобе для осуществления детской мечты стать летчиками. Они сдают экзамены для поступления в военный институт сил воздушной обороны. Представители приемной комиссии говорят, что останутся самые выносливые. В этом году на одно место претендуют сразу четыре абитуриента. Айслу Махмутова встретилась с будущими покорителями неба. За две недели, проведенные в стенах одного из старейших отечественных вузов, эти ребята стали одной семьей. О небе, говорят, мечтали с детства. Не только на словах. Большая половина абитуриентов – выпускники специализированных школ с отличной физической подготовкой и устойчивой психикой. «Я решил поступить в военный институт сил воздушной обороны имени дважды героя Советского Союза Талгата Бегельдина. Моя мечта – стать летчиком, а цель – поступить. Защита Республики Казахстан – это священный долг каждого гражданина». Из 300 человек, прибывших в Ак-Тубе, для поступления около 20 не прошли психологический тест. Еще 40 отсеялись по состоянию здоровья. Подвело зрение, сердце, обнаружены различные хронические заболевания. «Рост сидя не должен быть менее 80 сантиметров и не более 93 сантиметров. В связи с тем, что если рост будет либо ниже, либо выше, либо летчик не будет помещаться в кабине, не будет доставать до штурвала, до педалей, либо наоборот, они же одевают амундирование летное». Одно из главных требований ВУЗа для абитуриентов – хорошая успеваемость в учебе. Будущие летчики и инженеры должны дружить с математикой и физикой, обладать аналитическим складом ума, быть готовыми к строгому режиму и жесткой дисциплине. «Абитуриенты этого года для поступления в наш военный институт приехали с хорошими показателями. Общий уровень практически по среднему баллу аттестатов – 4-4,5 баллов. Общий балл ЕНТ – порядка 85-90. Выдерживают не все. Основная масса тех, которые поступают, остаются на выпуске порядка 85%. Имена счастливчиков, зачисленных в военный институт, будут оглашены 13 августа. Пройдут не все. В этом году конкурс составил 4 человека на место. В течение всего периода обучения курсанты будут находиться на полном государственном обеспечении и получать стипендии. Единственный в Средней Азии специализированный ВУЗ был основан в июне 1974 года. За это время здесь подготовили более тысячи офицеров. На территории бывшего Семипалатинского полигона девятый год подряд проводят научный эксперимент. На одном из наиболее загрязненных участков расположилось фермерское хозяйство. Ученые там разводят скот и выращивают овощи, чтобы проверить, содержится ли в мясе, животных и растениях радионуклиды. Подробнее об уникальных исследованиях в нашем сюжете. Утро в природной лаборатории начинается как в обычном фермерском хозяйстве из кормления животных. У нас в данный момент 8 головы, 9 голов баранов, 9 голов коз. Козы дойны, бараны получаются наши местные, степные. Состояние у них у всех отличное, здоровье по здоровью тоже хорошее, хорошо едят. Здесь же выращивают овощи. Ради эксперимента клубни картофеля специально поместили вегетационные сосуды, которые наполнены почвой с разных участков территории полигона. Эти плоды, естественно, они полностью идут на пробы лабораторные. Их в пищу не употребляют. За годы исследований, которые мы провели, нам удалось получить уникальные параметры перехода радионуклидов, особенно уникальные параметры перехода трансурановых, радионуклидов, плутония и мирицы, которых в мире практически не существует. Сотрудники Института радиационной безопасности и экологии Национального ядерного центра с 2010 года проводят эксперименты по изучению параметров перехода радионуклидов в животноводческую и растениеводческую продукцию. Ведь после официального закрытия полигона жители ближайших населенных пунктов активно выращивают здесь овощи и разводят скот. Однако такая несанкционированная сельскохозяйственная деятельность может быть опасна для здоровья, считают эксперты. Наше фермерское хозяйство располагается в местах проведения наземных ядерных испытаний малой мощности. Соответственно, компоненты природной среды загрязнены радионуклидами. То есть мы специально выбираем такую территорию, чтобы получать необходимые параметры. В реальных условиях животные на выпасе на этих территориях не достигают удельной активности радионуклидов в мясе, в тканях, в органах, не достигают той концентрации, которую мы здесь искусственно создаем. На основании многолетних исследований ученые утверждают, сельскохозяйственная продукция, выращенная на территории Семипалатинского испытательного полигона, абсолютно безопасна. Исключением пока остается река Шаган и водные источники, вытекающие за пределы площадки Дегилен. Поэтому говорить о полном возвращении в хозяйственный оборот земель полигона пока рано. Асем Утешева, берег Жубалайулы, Хабар-24, Восточно-Казахстанская область. Порядка 150 столичных школьников получили рюкзаки и канцелярские принадлежности к новому учебному году. Подарки детям вручили в рамках акции «Соберем ребенка в школу» уже который год. Благотворительную кампанию организовывают представители партии «Нур-Атан» в рамках проекта «Бакат-То-Атбаса». Багдаулету Досанову не терпится примерить подаренный рюкзак. В этом году мальчик впервые пойдет в школу. Мне понравилось. Хочу учиться на школу. Будешь учиться пятерками. Будешь учиться пятерками. Багдаулет сама младшая из четырех детей в семье Досановых. К новому учебному году каждого из школьников нужно не только одеть и обуть, но и обеспечить канцелярией. Своими силами семья бы не справилась. Вот и обратилась за помощью городской филиал партии «Нур-Атан». В данное время вообще тяжело ребенку в школу готовить. Кроме рюкзака у нас все одежды, все эти школьные формы, эти дорогие. Вчера позвонили, такая радость в душе. И ребенок всю ночь переживал, какой рюкзак попать. Я в школу хочу прям такой. Это вот мамам в основном, где многодетные, очень хорошая акция. Мне нравится. Спасибо всем, кто организовал. Получая рюкзаки с канцелярии, каждый школьник спешит заглянуть внутрь сумки. Подарки ребятне понравились. Это можно понять по сияющим глазам детей. Напомню, по проекту «Бакаталутбасы» члены партии «Нур-Атан» каждый год помогают многодетным и малообеспеченным семьям собрать детей в школу. В городской филиал партии «Нур-Атан» обращаются семьи, которым просто необходимо оказать помощь. Я сегодня пользуюсь случаем. Хотел бы поблагодарить всех тех, кто активно участвует в этой акции. Ежегодно мы вручаем более тысячи школьных принадлежностей, тысячи семей обеспечиваем. Стараемся максимально помочь вот в этом плане. Поэтому еще раз выражаю благодарность спонсорам. На этот раз рюкзаки, альбомы, карандаши и другие принадлежности для учебы получили порядка 150 столичных школьников. Акция «Соберем ребенка в школу» продлится до конца августа. Абай Кунанбаев своим творчеством объединяет все тюркские народы. Работы великого казахского поэта и просветителя переведены более чем на 30 языков мира, включая турецкий. Именем поэта в Стамбуле названы улицы. В его честь также установлен памятник. Школа имени Абая – уникальное место для наших соотечественников Турции. Учебное заведение открывал сам ельбасы Нурсултан Назарбаев. Сегодня в школе, названной в честь великого казахского поэта и просветителя, обучается свыше 500 учеников. Больше половины из них – это этнические казахи, проживающие в Турции. В школе также есть клуб, где детей обучают национальным казахским танцам. Школа имени Абая Кунанбаева была открыта в 2003 году. Почему ей дали имя Абая? Дело в том, что большинство людей, проживающих в Зейтинбурунском микрорайоне Стамбула – казахи. Порядка 40% учеников нашей школы – также казахи. Таким образом, мы хотели отдать дань памяти известному всему миру, деятелю в сфере образования Абая Кунанбаеву. Казахи в Турции читают произведения великого мыслителя. Его знаменитые слова назидания становятся для них источником вдохновения. Каждая строчка произведения Абая Кунанбаева и стих наполнены смыслом и даже спустя много лет имеют большое значение для людей. Несмотря на то, что он написал свои произведения очень давно, все его слова до сих пор актуальны. Памятник великому поэту в Турции находится у школы имени Абая. В этом году каменному извоянию исполнилось 16 лет. Монумент планирует отреставрировать и уже в обновленном виде открыть ближайшие дни. Асель Абдукалыков, Мируерт Канагат, Гокальпьямин, Турция, Хабар, 24. Карагандинский академический театр музыкальной комедии готовится к гастролям в столицу. На сцене Большого зала Театра Астана-Опера артисты из Караганды впервые представят мюзикл Максима Дунаевского «Алые паруса» и оперетту Имре Кальмана «Баядера». Марина Залтырева расскажет об этом подробнее. Романтическая история любви, описанная Александром Грином, в мюзикле «Алые паруса» драматичнее и жестче. Высший градус эмоций, выдаваемых музыкой. А необычная хореография придает постановке зрелищность. Это один из новых спектаклей в репертуаре Карагандинского театра. Актеры намерены поразить столичного зрителя, поэтому репетиции сложно отличить от премьеры. На сегодняшний день это очень брендовый спектакль, тем более это одна из лучших постановок, по мнению критиков, которые приезжали к нам и слушали. Спектакль осуществила, это обладатель золотой маски Сусана Царюк, который известен не только у нас в Казахстане, не только в России, но и за пределами, потому что человек имеет очень большой практический опыт работы. Аперетта Баядера продолжит тему большой любви и окунет театралов в колорит Индии. Под музыку венгерского композитора сердечные порывы главных героев вступят в конфликт с устоявшимися традициями. Артисты постарались подать сюжет необычно и ярко, даже в рамках классической оперетты. И декорации, и костюмы, грим, это все будет посвящено индийской культуре. Тоже очень необычное решение для этого спектакля. Конечно, в постановке единственный индийский принц, но здесь у нас все будут в стиле культуры Индии. На гастроли собираются около ста человек. Все они так или иначе задействованы в постановках. Также в столицу отправляются два камаза с костюмами и декорациями. Мюзикл «Алые паруса» жители Нур-Султана смогут увидеть 17 августа, а 24-го каргандинские артисты представят оперетту Баядера. Марина Золотарева, Сайла Уигликов, Хабар-24, Карганда. На этом закончим. Оставайтесь с нами. До скорого.